Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как научиться сохранять бодрость духа тогда, когда нет сил и опускаются руки? Абсолютная стащина к концу года обессилена. Школа ребенка с их новомодными программами давит на сознательных родителей, рисуя блестящие перспективы и полное их отсутствие в случае, если ребенок уйдет из элитного класса. Дело в том, что моя собственная жизнь стала на ней, если я должна была сдать международный экзамен по французскому языку, но не успела подготовиться и пришлось перенести на март. Это важно, так как я хотела бы поменять работу, я воспитываю ребенка одна, мне нужно зарабатывать больше, чтобы обеспечить ему будущее. Но сейчас просто нет сил, не смешно сказать. Давление со стороны школы просто не дает мне полноценно заниматься своей жизнью, а так хочется. Вопрос, как вернуть бодрость духа, где взять силы, как перебороть себя и дать себе установку, если я все смогу и у меня все получится. Не могу себе за что-то встать и что-то делать. Абсолютно опустошена внутри. Но мне кажется, что установка, что у вас все получится и что вы все сможете, она как минимум, наверное, не совсем, ну, не совсем корректна, что ли. Потому что это не совсем так, это не совсем верно. У вас, скорее всего, что-то не получится и это нормально. Так же, как, в принципе, все время у кого-то что-то не получается. Поэтому я думаю, что если мы говорим об установках, то установка себе как-то желательно давать правильной, как-то желательно давать себе, наверное, корректной, вот. А не такие установки, какие вы даете себе сейчас. А сейчас наши установки, это вообще-то, ну, какая-то такая, знаете, попытка себя запрограммировать на безошибочную модель поведения. Вот. Что, на мой взгляд, несколько нереально. Ну, просто потому, что ошибаются все и вы в этом смысле никаким образом не являетесь исключением. Вот. В чем, мне кажется, ваша основная проблема? В том, что вы пытаетесь обеспечить ребенку будущее из чувства долга. То есть вы пытаетесь это делать как бы через силу. То есть вы видите в этом некий такой адский, невероятно тяжелый труд. И мне кажется, что ребенок преисполнится чувством вины, увидя, как его мама приносит себя в жертву, выбивается из сил, лишь бы только обеспечить ему будущее. А которым он, кстати, сам в общем и целом, как мы, наверное, понимая не очень-то и просил. Вот. То есть вы почему-то решили, что ваш ребенок как-то вот без вас сам себе будущее не обеспечить, если ему только вот не предоставить все необходимые для этого, обязательно не выучить его в самом лучшем классе и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Вот. Ну, правда в том, что любви, любви, вашей любви к ребенку в этой ситуации очень мало. Ну, вот, серьезно. Именно любви, любви, именно такой вот искренности какого-то тепла в этом очень мало. В этом нет практически. Вот. А если вы себя как бы ставите вот на ну, так скажем, последнее место, да, то ребенок учится в принципе делать ну, пожалуй, то же самое. то есть он учится либо тому, что ради другого себя нужно ставить на задний план с собой жертву, либо ну, как бы ради ради него все должны приносить себя жертву. Вот. Согласитесь, позиция такая несколько странная и я бы сказал, ну, не самое лучшее, не самое хорошее. поэтому вот вам бы задать бы себе вопрос, а чему я учу ребенка, какую мысль я ему даю. То есть получается, что я учу ребенка ценой как бы своей собственной жизни. Вот. Ну, дети плохо учатся в подобном случае. Как правило, дети лучше обучаются, когда им демонстрируют что называется пример. То есть вот собственный пример. Когда у ребенка есть собственный, свой собственный пример. Вот. пример его родителя, который счастлив, который знает, чего он хочет, который видит, куда он идет, видит, к чему стремится и так далее. В вашем случае, как вы понимаете, вы выбиваете все сил, чтобы обеспечить ему будущее. То есть ну, как бы приносит себя в сердце счастлива. истощает. ух, вот. И я скажу наверное сейчас страшную вещь, но хорошо, что это шаг. Иначе бы вы вероятно и не обратились никогда к психологу и не узнали бы об этом о том, что чтобы обеспечить ребенка и окружить его любовью, заботой и дуплом не обязательно приносить себя в жертву, но наоборот быть счастливой. Вот. А это для этого совершенно не обязательно не обязательно находиться в элитной школе и так далее. Вы сами вроде бы говорите о том, что ну вот внушают то есть вот ну вы сами говорите о том, что вам внушают это. Вот. Ну вам это внушают только потому что вы позволяете себе как бы с этим соглашаться. то есть первое. А второй момент на мой взгляд заключается в том, что вы называете себя сознательным родителем на мой взгляд сознательность понимаете несколько я бы сказал ну несколько некорректно. то что вы описываете не сознательно. То что вы описываете больше можно назвать жертвенностью, больше можно назвать гиперответственностью, больше можно назвать Неким таким, может быть даже страхом, то есть вот вполне может быть, что вы боитесь, вполне может быть, что вы боитесь там, скажем, не оправдать чьей-то надежды и так далее. То есть есть ощущение, что вы работаете и что-то делаете, во многом, потому что боитесь, что ничего не получится, постоянно наваливаем на себя все больше и больше. Постоянно наваливаем на себя все больше задач. задач постоянно требует от себя все больше и больше. Вот, и при этом совершенно как бы игнорируя свои возможности. Где я? Где то, что мне нужно? Где то, чего я хочу? А чего я не хочу? И так далее. Понимаете, да? То есть вот эти моменты вы пропускаете. Должна. Надо. Иначе нет будущего. А будущее попально зависит от других людей. Понимаете, да? Какая штука. Вот. Поэтому вы находитесь в такой зависимости. Поэтому вам не манипулируют. Я думаю, что при том слове, что я уверен, вы добились немалого. ну, как бы вот, уже сейчас вы добились немалого. Я думаю, что вы добились всего того, чего вы добились. Именно из-за такой неуверенности в себе, из-за такого страха перед как раз таки другими людьми. Из-за страха перед будущим. Это страха перед тем, что вам сказали, что вот, если не будешь соответствовать, а если не будешь добиваться, то ничего не добьешь. На мой взгляд, продуктивность, которая идет из чувства долго, она как бы, мало чего хорошего под собой имеет, к сожалению. Вот. На мой взгляд, такая продуктивность вообще-то, рано или поздно обречена на провал. И вы все время чувствуете себя выбившись из сил. Но самое дурное то, что ребенок такую же модель принимает. Ну, если вы можете на упорстве его вывозить и так далее, то это не означает, что ваш ребенок тоже так сможет. Не все люди так могут. Вот. Поэтому то, о чем вы здесь пишите, вы пишите про бодрости духа, да, вы пишите про установку себя со смакой, это, наверное, тотальное заставление себя и тотальная внимательность к себе и игнорирование себя и своих возможностей. На мой взгляд, вы этого не заслуживаете. Вот. Вот. Как этого, в принципе, не заслуживает и ваш ребенок. Поэтому мне кажется, что сейчас вашей хорошей такой задачей могла бы стать остановка. Остановка. Такая передачка. Может быть, несколько шагов назад. Ведь учеба – это не давление. Обучение. Обучение – это интерес, это радость, а не давление. И, возможно, переформатирование своего подхода к жизни и к жизни своего ребенка. Но для этого вам необходима психотерапия. Самостоятельно вам сделать это не получится. Найти внутренний ресурс в себе самой. Скорее всего, не получится самостоятельно у вас тоже. Самостоятельно, если бы вы могли это сделать, я думаю, что уже бы сделали. На этом все. Я буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...